господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 218 события дня 2 фессалоникий сам 310 если кто не хочет трудиться то ты не ешь я долблю одним и тем же эпиграфом потому что очень многие едят ничего не делает совершенно совершенно 17 июля 2016 года ну и дальше про дворкина посмотрите какие ролики поставлена малая часть таких роликов которые психиатрические диагнозы кто такой дворкин клятвенно связанный с сша наркоман хиппи дворкин с медицинским заключением психическое расстройство с необратимыми последствиям в мозгу после наркомании и токсикомании у власти он решает кто секта кто нет вот ответы даются какие вот как полное ослепление помутнение в разуме я первый раз 20 лет назад когда он появился только один раз увидел его и сказал то чужой человек не верующий он разрушитель профессор в кавычках дворкин пациент палаты номер 6 психиатрической больницы номер 14 друзья рад сообщить о победе кафедру секта ведения в святотихвинском монастыре закрыли и сколько восписательных знаков это святое место более не оскверняет богопротивные речи главного секта веда спасибо всем кто принимал участие в дискуссии в нем свою лепту создание мира дружбы любви порядка терпимости и уважения в нашей с вами стране и на планете спасибо успеха всем вам ну и далее откуда взято лжепрофессор информация управления аттестации научных и научно-педагогических работников федеральной службы по надзору в сфере образования министерства образования науки российской федерации дворкин лжепрофессор он наркоман он токсикоман нюхавший пятновыводитель и разрушавший этими ядами свое тело мозг том числе и разум это человек просто враг затесавшийся в число граждан россии и нападающий в своих выступлениях на мусульманство кришнаитов и другие конфессии и выставляющий христианство в дурном свете нападает самое то главное вот что в самом дурном свете именно вон еще миссионерские отделы какие-то и уважают его почему ну такая же ситуация человек верующий он молится а где дворкин молится в чем молитва у него нет духовного абсолютно ничего и миссионерские отделы вокруг него маленько то глядите кто перед вами стоит это уже исследование не на простом уровне выступая от имени христианской церкви не продемонстрировал соблюдение исследования ни одной христианской заповеди наоборот под личиной порядочного христианина дворкин а л занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами я с ним лично не встречался когда вел занятия в алтайском государственном техническом университете и пригласили его туда наши братья ходили он сразу же меня обложил псевдо православный ничего не знаете встречал у него рот поганый слова страшные он безответственное наклеивать ярлыки он не верующий абсолютно может быть и масон и сатанист и они не видят ничего полное помутнение разума у всех этих миссионерских в кавычках отделов миссионерские отдела вообще нельзя создать это делает только дух святой и посылает подвое если так говорить образно каждое дело за два человека и у имеющего это помазание харизму должны быть тысячи талантов говорит ям зато тысячи они вообще бесталанная трясутся перед архиереем на карачках падают в обморок если они что-то скажут властей боятся с властями соединяются на любую подлость идут ну все тут непонятно то деятельность этого профессора в кавычках не помещается в рамки гражданской порядочности и морали что ожидается от представителя религии коим себя только он и считает его истерия препятствует укреплению гражданского единства нашей многоконфессиональной страны подрывной деятельности этого типа понимаете слова абсолютно точно выражающих кто он такой чем он занимается сейчас я покажу немножко подальше чтобы видно было что действительно это за тип подрывной деятельности этого типа должны заняться компетентные органы источник данного видео сайт александр дворкин липовый профессор шарлатан вот события дня михаил батугин это отец тимофея игнатий тихоныч мир вам мы доехали благополучно то из-за москвы история с прокуратурой была такая когда появился ролик с допросом тимофея я сам позвонил прокуратуру мамонтова это наш районный центр и пояснил что сын прилетел не один а в сопровождении сотрудника авиакомпании и что у него в рюкзаке есть медполис и справки пащенко я тоже сказал по телефону старший воспитатель роль его и выполняет чтобы не пришили статью о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей разговаривал с помощником прокурора щетинины которая опрашивала тимофея она сказала что краевая прокуратура наставит чтобы взять всех детей из лагеря и поместить в больницу мамонтова вообще не слыхал такого даже представьте здоровые дети ни одного больного 44 года изъять в больницу при хрущеве помещали психиатрическую как петра григоренко генерала других я это испытал знаю вот не кипелов это и пишет все институт дураков называется книга зарядить ее 11 июля она позвонила снова и сказала что 5 июля комиссия роспотребнадзора вывела в лагере условия опасные для жизни детей какие она не назвала и а я не спросил понимаете опасные для жизни детей и условия но если 44 года эти условия не до у больного значит обвинение на чем висит а у них нет никаких опасных по трупам ходят закрывает лагеря по 354 как в абакане ребенка под капельницами 98 по 14 больше умирает по вашим нормам 18 тысяч каждый день детей погибает в утробе матери 18 сегодня говорят 20 тысяч 120 миллионов детей убили за перестройку лицемеры проклятие божие лежит на убийцах божие проклятие страна разваливается одни инвалиды и пенсионеры остаются и они это не видят здесь веселые радостные дети какие ролики ставим все показываем они в ужас приходят оказывается и ни копейки нет не надо никаких органов тут ничего не надо надо только молитва благословение божие священника посещение храма божия святой православной вере и и дальше пишет он сегодня 8 47 мне поступил звонок с телефона женщина представилась сотрудником мвд алтайского края по делам несовершеннолетних земляковой имя отчество четко не расслышал сказала что лагерь под угрозой закрытия документы в суде и она обзванивает всех родителей чтобы забирали своих детей вот действительно вчера мне сообщали звонили родители и начинает пугать отнимем детей там больше там не увидите то есть ужас один почему пока наш лагерь такое существует все их лагеря это гнойники разврата по-другому я их не называю даже и где-то лучше детей стрелять закрывает рекрут и правильные делают детей надо учить миру любви божией и чтобы всем этим кто нападает бог дал страх божий и дальше пишет готов дать свидетельские показания в защиту лагеря благодарю я ему пишу замышляйте замыслы но они рушатся говорите слово но она не состоится ибо с нами бог яко с нами бог восемь на девяносто восьмом году на меня было 15 краевых комиссий наслано еще и постановление санэпидемстанции тут была мама смирнов закрытие никого нигде нету бог развеял всех и кто писал были убитые найдены где бог дал такой разгром что пыль до неба стояла и дым коромыслом вот эти вот они напорятся вот есть такой фильм дуэль музыкантов когда он составитель жаса джаза и говорит ты сам напросился козел и он тогда показал что никто когда сыграл как вот так что напросятся кто-то мы то защищать себя никак не можем но с нами бог большинство там где бог власти нужны законные сдали проверки нужны но уничтожать детей не было указания от президента это ложь забирать здоровых детей в больницу ложь отбирать у родителей ложь президент не давал этого подставляет президента скрылись пузатые милиционеры я никогда не встречал слова пузатые в официальных документах только в мвд нургалеев министр внутренних дел уволит всех пузатых на меня едут тут пузатые пузатые прямо совсем страшно смотреть и что это говорит что он преступников такой будет ловить а вот на детях они покажут а мы закрыли лагерь мы работаем на месте стоим лагерь то он уникальный по всем параметрам мы как-то насчитали насчитали 18 моментов которых других лагерях нету нету вот вчера день был такой на две недели посылали загуляя в александр то она галя отпросилась на третью неделю и вчера кончился их третья неделя проехать не могли их там на такой машине уазик там электрон раньше называли бобик вот довезли до трассы 16 километров и там батюшку встретили гостиницы привезли еще даже не видел вот а это делает свое дело ночью по моему телефону я не знаю что тут как правильно даже исходящие входящие где эти сообщения как их искать я даже не знаю вот входящие email наверно вот сюда вот надо нажать email не выстроено настроить опять не то вот исходящие входящие ага вот нашел загуляева галя что-то пишет вот просмотреть она пишет доехали домой катю передали третьяком слава христу катерина тинникова уехала тоже дальше михаил пишет посмотреть что он тут пишет михаил у тимофея жалоб на лагерь и сотрудников лагеря нет здоров физически стал сильнее ведет себя хора ведет себя хорошо низкий всем поклон ну вот михаил доехал он и я не не знаю тут вида не видно это будет михаил он с книгами занимался ему так название михаил книги это ночью пока я отдыхал в это время пришли но тут билайн кто-то мне защищал помог вот день какой был вчера конечно богослужения утренние дальше были занятия отправили гостей сегодня утром обычно по вторникам уезжает молочники молоко там в город везут ну не молоко не а сливки везут молоко и творог вот тоже девочку одну отправили теперь на завтра еще просят довезти туда ну там рассчитали чтобы возят андрей трое из одной семьи хорошие девочки все ну вовремя они приехали 10 это уже второй месяц ну то есть они уже то им разрешено было а теперь эти которые остались как их выжимать будет у них билет на 30 из екатеринбурга на первое число из канады только отец прилетит вот разобрать лагерь убрать а куда я детей дену то есть безумие ну по-другому не назовешь не назовешь безумие но помните замышляйте замыслы но они рушатся говорите слова то есть угрожаете прокуратурой но не состоится ибо с нами бог и страхи нагонять не надо дети здоровые ни один не болеет ни один я выставляю каждый день по 9 роликов вот сегодня выставила крещение сегодня тоже понедельник а завтра будет другое как дети играют за обедом то есть у нас все 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 выставляется богу нашему слава во веки веков аминь а